Открытая студия Это тот редкий случай, когда я заявил в эфире о том, что нам совершенно точно не хватит времени, было бы здорово увидеться еще раз. И так оно и вышло. Мы обозначили с вами тематику экспортивной журналистики в Заполярье, а по итогу в лучших традициях хороших подкастов эфир у нас с вами начался с автобиографичной нотки, ушел в разбор, скажем так, школы журналистики на срезе последних 30 лет и время, конечно же, закончилось. Я очень рад, что вы нашли время прийти к нам вновь, и буквально с той же точки мы с вами наш диалог продолжим. Я надеюсь, эфиры, которые выходят в записи по завершению прямого эфира, скомпонуют с приписочкой 1-2, чтобы можно было, знаете, целиком просмотреть сразу и все это лицезреть. Спасибо, хорошо. Тем не менее, эфир остается прямым, а это значит, что он проходит в режиме онлайн, в режиме реального времени, и у каждого есть возможность к этой беседе в некоторой степени присоединиться. Для этого нужно воспользоваться, точнее, можно воспользоваться нашим интернет-мессенджером. Речь идет о телеграмме, он привязан к номеру плюс 7, 921-708-2006. Краткий экскурс в нашу с вами прошлую беседу. Да. Если мне память не изменяет, цифра, которую я вас попросил обозначить, сколько лет вы в журналистике, это 32 года. Это 52. 52 года. Я все думал, думаю, ну не может быть такой молодой, познатный мужчиной и целых 52 года в журналистике. В голове сразу 20 скинул, понимаете? За это время у вас очень интересная история, по каждому отрезку его хронометража мы, конечно же, идти не будем, но я точно помню, что одним из, скажем так, отправных моментов стал эпизод, когда вы попали под крыло уважаемого ментора, который предложил вам попробовать себя как раз-таки в роли комментатора в спортивных матчах. Виктор Сергеевич Набутов, да. Да, 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 господин Набутов предложил, у вас все дело пошло, поехало. И в момент, к которому мы подошли ровно в ту секунду, когда линейный ведущий в ухо мне подсказал, что эфир уже заканчивается, а как же с этой точки мы все-таки переместились в наше славное Заполярье? Вот с этого я и хочу начать. Когда и каким образом вы оказались здесь? Да, вот это интересно. После того, как Виктор Сергеевич наш полтора года вел, как, вернее, наигрывал нас, как будущих спортивных комментаторов, вдруг приходит известие из Москвы. И он нам с огорчением это поведал, что Владимир Маслаченко, Нина Еремина, Евгений Майоров становятся в Москве на вот такие рельсы спортивного комментаторства. И нас, как таковых, уже, ну, трудно, скажем, сравнить с этими мэтрами, так сказать, великого спорта. Слишком высокий уровень. Слишком высокий. Там все заслуженные мастера спорта. Анна Дмитриева, там, ну, это, это же, конечно, так сказать, такие высоты. И вы, кстати, энтузиасты. Да, и мы, энтузиасты, и журналисты, и там, молодежь такая, что у кого первый, у кого кандидат в мастера, кто еще там до мастера дотянул, хорошо. И вы знаете, мы были столь разочарованы, что Виктор Сергеевич с нами, говорит, успокоил и говорит, ну, ладно, не беспокойтесь, мы что-нибудь на радио Ленинграда вам придумаем. В телевидении ленинградском поработайте. Ну, немножко нам удалось это, да, Николай? Удалось. Виталий Вишневский тогда вел студию с молодыми. Она была и на общесоюзные радио, так сказать, закреплена. Но это было недолго. Потом он заболел, потом все это отменилось. И мы стали учиться, как обыкновенные, так сказать, студенты фоколета журналистики. И по окончании вот тут нас распределили так, как всегда делается в вузах. Отучился, будь добр, отработай. И вам сказали, вариант такой. Вариант? Пожалуйста, Северный Казахстан. Да, вариант такой. Меня сначала предложили в смене комсомольской молодежной газеты Ленинградской области. Тогда там Геннадий Селезнев был главным редактором, ставший потом спикером Государственной Думы. Но он предложил пока на внештате, так как был там полковник, такой убеленный сединами, который вел оборонно-спортивный и массовый отдел, и говорит, подождите, вот пока на гонораре поработайте. А тут мои знакомства с нашими северными журналистами, они учились в университете на заучном факультете, Николай Александрович Бокшевников, он наш легендарный. Да, конечно. Он говорит, ну что ты огорчаешься, давай-ка на север попробуй к нам. И тут-то я и говорю, конечно, Николай Александрович. Тем более, что у меня перед этим была практика в Монтигорском рабочем и в Кировском рабочем, в газетах, когда я в студенческом отряде, такой трудовые студенческие отряды, ездил на заработок поработать. То есть землю вы уже прощупали, так сказать? Землю прощупал, был знаком с некоторыми ребятами. И я, конечно, ну просто вообще с воодушевлением согласился. Какой это был год? Это был 72-й год. Так, значит, 1972-й год, вы приезжаете в наш регион, уже имея опыт работы, и здесь куда вы устроились? И сразу Комсомольец-Заполярье, областная молодежная газета. Сначала меня оформили младшим лицотрудникам, сказали, вот будешь на школьном отделе немножечко, так сказать, комсомольской жизни, а потом посмотрим. Лев Анатольевич Светков, наш был главный, так сказать, теперь уж, как говорят, просто редактор, но главный по сегодняшним меркам. Он сказал, ты поработай, мы посмотрим, что ты из себя представляешь. Хотя я уже давал туда репортажи, будучи студентом, когда был в трудовых отрядах, и они меня немножечко уже знали по некоторым раскладам. Но я с удовольствием включился и в то, как школьная жизнь идет в Мурманской области, и как студенческая жизнь, и как оборонно-массовая, с обкомом Комсомола. А была мысль, точнее, хочу понять, с какой мысль вы приехали получить любопытный опыт, набраться, так сказать, необходимых компетенций, которые наверняка еще не хватает студенту, даже каким бы энтузиастом он не был, чтобы потом обратно покорять Москву, например, с которой вы начинали еще как вот со школьной скамьи, какая была цель. Или в какой-нибудь другой город-миллионник, где, очевидно, спортивная инфраструктура уже гораздо больше развита, больше мероприятий такого характера проходит. Или вы, когда приехали в Мурманск, вы ехали уже с мыслью, я имею в виду Мурманскую область, какой бы муниципалитет не был задействован, вы ехали с мыслью, что здесь я брошу ягодь. Да, было такое, конечно. Привлекало многое. Вообще, Заполярье, меня первый, когда я первый раз приехал в Заполярье, 71-й, это был вот и такой суровый год, и погода была не очень, он привлек меня настолько своими, так сказать, красотами, что я потом долго рассказывал, везде и всюду говорил. И, главное, стало сниться некоторые, так сказать, вариации студенческого, такого, да, полярного бытия. Хорошие были песни, спортивные соревнования, фестивали. Заманило. Вот почему я быстро согласился на предложение Николая Александровича Бакшевникова? Что я был уже готов к этому, как бы, морально и физически. Вы уже ночь за ночью, день за днем проживали, как бы, то есть, проецируя себя на Кольский край. Совершенно верно. Хорошо было. Не было момента, когда такое случается. Я очень люблю наш замечательный край, и я считаю, что с годами он становится все краше и краше. Я думаю, каждый из наших зрителей и слушателей будет с этим тезисом солидарен. Но я прекрасно помню себя студентом, и любой человек тоже не даст соврать, что у него, даю гарант, такое было. Есть какая-то цель или какая-то мысль, какая-то идея, он к ней идет, и у него определенно есть одно представление. А потом он получает реальный результат. Я не говорю, что одно хуже, другое лучше, но они, как правило, разные. Соприкасаются как бы. Они как бы соприкасаются, но разные. Иногда ты воображаешь в себе одно, а на деле совсем другое. Абсолютно. И вот иногда это разочарование, иногда это просто, ой, здорово, я по-другому представлял, но вот так. В редких случаях это ровно та же картинка, которую ты воображал еще до приезда. Вот с годами, находясь в нашем регионе, как у вас получилось по вашему отношению к нему, по его отношению к вам? Вы знаете, у меня какая-то была такая хорошая, так сказать, хороший синтез. То есть мои представления немножко, конечно, были иными, но сама реальность, сам вот этот вот внешний, внутренний мир редакции, мой мир внутренний настолько совпадали, что я настолько стал вживаться быстро в этот коллектив. Молодежный, красивый, умный, талантливый. Мне просто, я иногда балдел от того, что я работаю вот с такими ребятами. Это здорово, это важно. Это были уже, так сказать, такие закаленные, хорошие, так сказать, с журналистским хорошим таким почерком. И Таня Бойкова, и Таня Колясникова, и Олег Бойков, и Николай Бокшевников. Ну, это был тот мир, о котором можно мечтать. Хотя, конечно, я понимал, что я еще, так сказать, такой среди них желтородый, который должен вот-вот-вот подниматься по ступенькам. Но что интересно, я поселился в общежитии, и, конечно, там мне вечерами было делать нечего, я оставался в редакции. Бывало до часу ночи, до двенадцати, хорошая, так сказать, обстановка, уютные, так сказать, кабинетики. И вот сидел и творил, и вот писал, и ходил, и все это собирал, и все делал. И вдруг у нас Мячеслав Дубницкий, это легенда заполярной журналистики спортивной, вдруг он тут приболел. Мне шеф говорит, слушай, ну-ка, давай-ка, а то у нас тут события один за другим разворачиваются, давай-ка, так сказать, возьмись за эти дела. И я взялся. И у меня получилось ведь, потому что я-то был все-таки там, где-то, в своих, так сказать, извилинах ума, задействован все-таки на спортивную журналистику-то. И мне так было здорово включиться в этот мир спорта. То есть, включим такую спортивную журналистскую метафору, вам дали первую полосу. Да, совершенно верно. Возможность попробовать себя на авангарде. Да, хотя я иногда напрашивался сам. И у Мячеслава, я говорю, Мячеслав, дай мне что-нибудь такое задание, потому что я говорю, вот это мне уже, так сказать, пионерские дела, комсомольские там, где-то какая-то культура, немножко скучновато, может быть, ты мне дашь? Он мне иногда подпускал к тем или иным мероприятиям, там, осветить то, осветить это. Но настоящая опроба пера была именно в таком моменте. А тут вот он, праздник Севера-70, такой это было, ну, вообще потрясающе. Для меня событие. Результатом остались довольны? Как это? Не вы, естественно. Это было так хорошо, это было так отрадно. Я настолько, так сказать, я помню, прыгал, шел после работы и прыгал от удовольствия. Ну, по молодости, это, конечно, случается. Но от того, что эмоции переполняли просто. Ну, Александр Ильич, я видел вас в работе сейчас, вы до сих пор очень подвижно и в прыжке делаете кадры, так что не скромничайте. Переместимся, кстати говоря, ненадолго в наше время. Бытует мнение, я не говорю о том, что это мнение не имеет под собой никакой основы, однако, и не могу быть с ним полностью солидарен. Но наиболее точно ответить на мой вопрос можете только вы. Причем, если это миф, и вы размечаете, если окажется, что в нем есть доля правды, мы попробуем на эту тему порассуждать. Бытует мнение, что в нашем современном мире, в России 2024, я даже сейчас не беру в расчет исключительно Мурманскую область, а вот глобально, спортивная журналистика как явление, как профессия, это нечто редкое и даже экзотическое в некоторой степени. Это мнение из сети, мнение людей, далеких от профилей, с которыми общаешься. То есть все привыкли к корреспондентам, военным корреспондентам, новостники, рерайтерам и так далее. То есть вот, пожалуйста, понятно, эти люди сидят, пишут материалы для газеты, эти люди собирают ролики, монтируют, эти конкретно берут интервью, эти выездные, эти стрингеры и так далее. А спортивные мероприятия, ну да, у нас их много происходит, но как будто бы этот профиль кажется людям несколько странным и экзотичным. Ну то есть в мире так много новостей, их гораздо больше, чем новостей спорта. Неужели можно целиком и полностью работать вот только в этом направлении? И материала, и инфоповодов хватает. И что вообще? Я даже специально после нашей прошлой встречи поузнавал мнение у разного среза, так сказать, возрастного и гендерного, вы бы хотели обучиться или знаете, где учат спортивного журналиста все-таки? На спортивного журналиста учатся отдельно? То есть это как вообще? Вот это мнение многих, не всех, но многих. А мы сейчас с вами в прямом эфире как раз со многими и общаемся фактически. Вот скажите, спортивная журналистика сейчас – это некая редкость или это заблуждение? И спортивный журналист очень-очень востребован в современном информационном пространстве и в нашем регионе в том числе. Вы знаете, я так скажу. Вот в советское время тогда и на телевидении, и на радио были ребята отдельные, которые занимались только обозрением и сочинением материалов или подачей материалов спортивного плана. Там Юра Филиппов, скажем, был такой, так сказать, на радио «Атлантика» и на радио, так сказать, «Мурманска» постоянно, так сказать, в этом плане. Мячеслав Дубницкий. «Полярный правды», когда он перешел из Комсомольца Заполярье, он только на спортивных материалах базировался и постоянно этим занимался. За этими людьми спорт. За этими людьми. Комсомольцы Заполярье. Меня после того, как Мячеслав ушел в «Полярную правду», Лев Анатольевич предложил заведующим отделом спорта. Я был просто растерян. Я говорю, Лев Анатольевич, ну так просто, три месяца я поработал, как? Ничего, спорт для тебя, я смотрю, мол, твоя жизнь. Я говорю, это точно. О, спорт и жизнь, да. Да-да-да, сразу вспомнилось. И в этом плане тогда вот этот спортивный уклон журналистики, он был, ну, одним из таких, скажем, базовых, что ли, так сказать, для газет, которые, так сказать, были на уровне региона. Твердых столбов журналистики. Да, твердо, журналистские материалы. Редко, когда какое-то исключение, когда кто-то заболел, ты за кого-то заменяешь. А так журналистика спортивная была очень... И главное, что всегда она была наполнена. Мероприятий проводилось очень много в организациях, в различных фирмах, в различных, так сказать, каких-то школах. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть и на государствах, на уровне муниципалитета, на уровне частных организаций, компаний, образования, медицинских сфер. Везде были какие-то... Везде были инструкторы. Да-да-да. И они, конечно, проводили очень много мероприятий. Помимо зарядки, там были и бег, и прыганье, и спортивные игры. И мы, конечно, всегда приглашали, меня, вернее, всегда приглашали, подойдите к нам, посмотрите, как у нас. Мало того, что мы из организации давали много, так сказать, спорткомитет городской очень много проводил мероприятий. Муниципальные комитеты по спорту были отдельные. В Мурманске было три комитета спортивных. В Октябрьском, Ленинском и Первомайском районах. Тогда спорт занимал очень главенствующую роль в развитии, вот, стремлением к массовому спорту. Массовый спорт, он заслонял все остальные. Если какие-то профессиональные праздники были огромными, соревнования областного, городского масштаба были частыми, но массовый спорт, он преобладал. И выходили на старты столько народа, что я просто дивился, когда Север играл на нашем центральном стадионе, трибуны же были, не умещался весь люк. Они буквально трещали. Трещали от народа. До сих пор можно отыскать не только в профильных журналах, но и благо у нас сейчас есть интернет, можно отыскать фотографии, фотоотчеты, фоторепортажи с этих матчей. Люди буквально сидят друг на друге, стоят, если негде, присесть на перилах, практически ногами, руками уже на поле, вылезая, потому что просто некуда сесть. Но это советские времена. А потом? А потом? А сейчас? Вот потом, Николай, перехожу к вашему вопросу, как бы продолжая его. Сейчас стало, сначала, вернее так, в 90-е годы еще не затихали, так сказать, все-таки, вот такая индивидуальная, так сказать, спортивная, комментаторская и журналистская деятельность. А сейчас, вы знаете, газеты, радио, телевидение стали уже как бы не на этом заострять внимание. И по сути, вот я могу перечислить несколько человек, которые до недавнего времени занимались постоянно. Вот Андрей Кирожко из «Вечерки», Игорь Арестов из «Мурманского вестника», Игорь Петров из «Кольского никеля», Артем, ну, Артем, ой, вернее, Дима Артеменко, он недавно в «Арктическом обозревателе» стал как бы давать это, но они стали как бы переходить и на другие темы. То есть, и не всегда им давали место в газете такого, как вот у меня, например, в спортивном Мурманске, я, так сказать, просто на этом был заострен. А почему ниша стала так непопулярна? Или почему ей стали уделять настолько меньше внимания, чем раньше? Вот я, когда анализировал тоже вот такую, так сказать, постановку вашего вопроса, то у меня получалось так, что газета, телевидение, радио почему-то стали как бы нивелировать, так сказать, этот профиль работы журналиста. То есть, они считали, что о спорте может написать каждый. Вот каждый журналист, который в редакции присутствует. Сегодня один, завтра второй, послезавтра, если эти заняты, третий. Я именно поэтому, честно говоря, этот вопрос оттягивал на два эфира. Я хотел, чтобы вы рассказали именно свою историю, как вы пришли к спортивной журналистике, чтобы у наших слушателей и зрителей было четкое представление. Не потому что, хотя это действительно оказалось очень интересно, но не только потому что давайте пообщаемся за жизнь человека. Нет. Я хотел, чтобы вы именно рассказали о том, как вы к этому пришли. И у вас был очень увлекательный, очень насыщенный путь с очень сильными менторами, которые его сопровождали. То есть, базис и школа спортивной журналистики была просто чудовищно сильна, если позволите так выразиться. И сейчас я просто тоже пришел к выводу, ну, со своей, конечно, колокольной аналитики, о том, что возникла мысль у, как бы, скажем так, у всей журналистики в целом. Не про имена, не про конкретные редакции. О том, что это, конечно, важно. Спорт — это, конечно, важно. Но написать и рассказать о нем — это не так уж сложно. Да. Как будто бы. И вот, а понять причину, естественно, мне, в силу возраста и меньшего значительного опыта, чем у вас, просто никак не дано. Я подумал, может быть, мы с вами сможем определить, у вас есть предположения, а почему так случилось? Почему раньше для того, чтобы обозревать спорт, требовалась серьезная подготовка, и этому нужно было посвятить свою жизнь? Это было очень ответственно, очень важно. Оно и сейчас очень важно и очень ответственно. Но почему вдруг решили, что для этого особо-то готовиться не нужно? Умеешь писать, плюс-минус умеешь говорить, пожалуйста, сиди, вот футбольный матч, запиши о нем. Как так сместились приоритеты восприятия? Ваше мнение? Вот, я, например, так думаю, что в советское время вот партийная комсомольская, так сказать, сама такая работа была направлена очень на развитие физического воспитания и военно-патриотического воспитания. В 90-е годы вот этот тон, вот эта тенденция стала ослабевать. Она стала теряться в других, так сказать, каких-то темах. Это предпринимательство, это где-то бизнес, где-то какой-то акцент на более, так сказать, такие, что ли, доступные виды и наиболее денежные, что ли, варианты. А спорт, ну что спорт? Он был, он есть, куда-то, мол, денешься, да. Чего там, о нем можно написать, а можно и не писать. Вот так было и на севере здесь у нас. И я удивлялся, что порой, значит, наши большие, так сказать, издания, да, наши телевидения, различные каналы, радио различные, так сказать, ну что могло заинтересовать их в спорте. Ну большие соревнования, да. Взять интервью, посмотреть, как это проходит. Но, видимо, еще и отклик населения, отклик тех, кто занимается спортом. Их отклик стал ослабевать, их голоса стали меньше раздаваться, так сказать, для того, чтобы их знакомили с этими видами спорта. И постепенно как-то значение спортивной, физкультурной массовой работы стало таять. То есть получается, что дело не в журналистике и в отношении журналистики внутри ее, скажем так, подотделов, ее ответвлений, а дело в общем тоне жизни государства, в общем тоне социальной формы образования, которые с годами видоизменялись, когда у нас менялась инфраструктура и внешне-внутренняя болезнь. Совершенно верно. То есть дух времени здесь виноват, а не какой-то внутренней переделки в самой журналистике. В самой журналистике, да, не было такого. Но так как вот этот, правильно вы говорите, дух времени, вот это акцентирование на некоторых других, так сказать, ну как бы казалось, важных и важнейших моментах жизни. На тот исторический момент, да. На тот исторический, да. Он, так сказать, отвлекал внимание от спорта. И, естественно, как газета, радиотеревня, они сразу стали тоже, так сказать, на этом деле делать акцент. Ага, ну раз это так, значит, мы можем не готовить специального корреспондента по освещению спорта или физкультуры, а достаточно того, что каждый из нас может это сделать спокойно. И вот в этом плане я уже говорил с коллегами, я говорил с ними, я говорю, как, ребята, вы ощущаете это? Ну как мы ощущаем? Ну, редактор не всегда дает нам место, там, скажем, в газете. А этот Андрей Зайцев, я все спрашивал, Андрюш, ты почему-то стал меньше на спортивных аренах бывать? Он говорит, ну, другие задания, другие, так сказать, вот рыбные промышленности, вот военное дело, вот коммерческая, так сказать, направленность. Отвлекается, не хватало еще и журналистов, чтобы на те или иные события посылать специального какого-то человека. И в итоге это как-то уходило с первых, как вы говорите, с первых страниц и в порядке того, что, ну, вот добавочная, так сказать, какая-то новость о том, что произошло там в Долине Уюта или там на Имендере, или там в районах парусного спорта. Все, это стало уже не просто модой, а это уже стало тенденцией. И тогда у нас, у меня, например, создавалось впечатление, что я все стал меньше и меньше видеть тех, кто когда-то очень активно торгался в спортивную журналистику и писал об этом. И вот теперь, после того, как появилась Матч ТВ, большая программа на федеральном канале, стали все-таки понемножечку как-то возвращаться вроде к тому, что все-таки спорт это громадный, так сказать, пласт в нашей жизни. А потом, когда Владимир Владимирович Путин уже вообще стал обращать внимание на то, что здоровье-то населения России стало хереть. — Он нас хотел к этому подвести. — Да, оно стало просто на глазах таять. Школьники перестали заниматься, стали с малых лет хандрить и грипповать, когда взрослое население постоянно на больничных. И тут... — Ну, как там, шутили, турники опустили, палат пополнили. — Вот, абсолютно верно. И тогда наши головы, великие командующие нашим государством, задумались, что надо все-таки физкультуру и спорт двигать в массы. — И последние несколько лет двигают очень активно. Это видно хорошо и по нашему региону, по тем мероприятиям, которые проходят у нас локального масштаба, по тем мероприятиям федерального масштаба, которые проходят на нашей территории. Ну, это сейчас как бы от России, от общего к частному, возвращаясь к нашему любимому Мурманску и Мурманской области. И это видно невооруженным взглядом даже у людей, которые, в отличие от нас с вами, не идут по профилю, не связанных никак с журналистикой. Все обращают внимание на то, что о спорте говорят, появляются новые спорткомплексы, уличный спорт возобновляется. — Новые виды спорта. — Новые виды спорта. И, как вы считаете, вот Мурманская область сейчас, после того промежутка, когда был серьезный провал или провис, она снова стала здоровее? А Мурманск вновь полюбил спорт? Мурманск, как, давайте так, Кольский полуостров. Он вот снова спорт полюбил? Вот мы еще пришли к этому? Или мы движемся в этом направлении, надо еще активнее? — Вот вы знаете, очень важный вопрос. Очень спасибо, Николай, за этот вопрос. Всегда меня волновал вот этот большой и очень важный, так сказать, что ли, жизненный цикл в нашем Заполярье. Что могу сказать? Вот за последние, скажем, три года, я вот так анализирую, как сдвиги шли в ту сторону, в эту сторону, но даже по официальным данным того же Министерства спорта, о том, что в нашем регионе количество занимающихся физкультурой и спортом регулярно, стало расти. И помню, Марина Васильевна Ковтун, бывший губернатор наш, однажды на совещании озвучила такую цифру. В нашем регионе регулярно занимаются спортом 33,6% населения. А в этом году Светлана Ивановна Наумова, министр спорта, озвучила цифру 57,2% занимаются регулярно физкультурой и спортом. Позвольте я вас перебью сейчас на секунду. Мне подсказывают, что у нас с вами где-то секунд 30 до завершения эфира осталось. Но в этот раз мы с вами подошли к ключевому моменту. И мне кажется, вот эта последняя цифра статистики говорит нам об очень важную мысль, доносит до нас. 33% — это, конечно, неплохо. 52% с лишним — это уже половина жителей региона. И если мы будем двигаться ровно в том же направлении, и компетентные люди будут продолжать освещать журналистику спортивную и доносить до масс, я думаю, еще через год-два, встретившись мы в рамках подобной программы, мы с вами сможем говорить о цифрах в 70, а то и выше. И я считаю, что в таком случае ответ на вопрос, который нам задавали за эфиром, что спортивная журналистика, она как вообще экзотика? Нет, она не экзотика. Но это удел профессионалов, их должно становиться все больше и больше. И здорово, что у нас в регионе такие профессионалы есть. С одним из них имею честь общаться второй раз, но на этом, к сожалению, все. Спасибо, Николай, за это знакомство. Это замечательный, так сказать, с вами разговор. Я думаю, если мы продолжим, это будет очень интересно. Там есть такие моменты, которые надо еще узнать. Значит, расскажем о них позже. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо большое. Открытая студия Открытая студия Открытая студия Открытая студия Продолжение следует...